Здравствуйте! В эфире телепрограмма «Путь» о православии и о нашей жизни. В студии автор и ведущая, журналист Белла Засецкая. В крещении меня зовут Мария. В течение года на канале ПС выходила программа «Вопросы священнику». Мы решили взять несколько иной вектор для общения с вами, дорогие телезрители, чем был прежде. Теперь нашими гостями будут не только батюшки, но и люди светских профессий и увлечений, православного вероисповедания. И сегодня у нас в гостях интереснейший человек из Северодвинска, ученый, исследователь, эколог, инженер, реставратор, плотник, человек, возродивший Куртяевский источник с его святынями, кандидат философских наук, член Союза писателей России Алексей Иванович Климов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Поводом же для нашей встречи послужило одно весьма любопытное событие, которое произошло недавно в Северодвинске. А именно, в Северодвинске в августе, после сильнейшего шторма в Белом море, в августе минувшего лета, в заливе, именуемом Параниха, откололся огромный кусок торфяного берега, приблизительно 7-метровой ширины. Исследователь Алексей Климов вместе с северодвинскими краеведами оперативно направился в Параниху в небольшую исследовательскую экспедицию. И вот во время отлива открылась почти километровая территория морского дна, и там стали находить интереснейшие предметы. Например, фрагменты сваи Большого причала, части от поморских кораблей, от старинных бочек и многое другое. Недели две тому назад мне также довелось побывать в этом месте. Когда мы шли по морскому дну, нам встречались какие-то палочки, бревна, щепочки, казалось бы, ничего примечательного. Но Алексей Иванович, подобно Шерлоку Холмсу, поднимал очередную находку, восклицал. Вот эта насечка говорит о том, что это дерево обрабатывал человек и называл находку каким-то редким для современного языка словом. Алексей, какие находки подарил нам Белое море? Ну, в первую очередь, море удивило обилием находок. Все-таки на расстоянии 800 метров, шириной где-то до 15 метров, то, что сделал августовский шторм, мы собрали уже 40 находок, которые направили в эколого-краеведческую комнату автономной некоммерческой организации «Пудожемская устья», директором которой я являюсь. Надо отметить, что Северодвинская администрация очень сильно помогает некоммерческому сектору, и нам выделены помещения на льготных условиях, понимая, как много мы все-таки делаем, как много мы привлекаем. И здесь, как раз, пройдя по дну морскому уже 4 раза, и проведя самых разных людей, мы, вот эти 40 находок, это, так сказать, то, что однозначно интересно. Но место дачное, место очень активное. Размыв начинался в августе прошлого года, 2014-го, поэтому мы уже подсчитали, что где-то около 80 интересных находок пропали безвозвратно. Надо представить, что даже в будний день в этом месте жгут костры дачников. До дачников там буквально 200 метров, тысячи людей. И поэтому 3-4 костра каждый вечер есть. Поэтому вот последняя находка, Киль очень интересный был. Я выложил на берег, прошелся буквально 15 минут в одну сторону, 15 назад, вернулся, Киль уже лежал у костра. Я говорю, товарищ отдыхающий, извините, но это моя находка, дайте я ее все-таки заберу. Народ доброжелательный, поэтому все возвращается. Поэтому те, вот сейчас последние находки, вот буквально, которые я сейчас держу в руках, то есть все время, проходя там, то есть дважды в сутки отлив, дважды в сутки прилив. В море работает, оно не надо копать, оно копает за нас, оно размывает торфянистый берег. Таких находок по Белому морю много. Вот это грузило, как раз, видите, камень, береста. Классика 19 века, начала 20 века для рыболовецких сетей. Удивительная сохранность. Вот говорят, что торф, да? Торф, да, торф, он, да, в торфе все сохраняется великолепно. Вот черта для строительства судов, которая выпала из торфа, буквально. Черта это? Черта это плотницкий инструмент для подгонки досок и бревен между собой, плах в том числе. Вот, и как раз у нас, возможно, будет показана эта фотография, да? Ей можно работать сегодня, но она пролежала 100 лет в торфе. Она выпала прямо из торфяного слоя. И каждый отлив нам дает какую-то серию новых находок. На сегодняшний день мы фактически можем собрать лодку. У нас есть киль, у нас есть доски бортовые, шитые вицей, у нас есть фрагменты шпангоутов. То есть мы можем так вот символически обозначить достаточно крупное судно. И здесь сразу же скажу одно, что в августе мы были с северодвинцами на экскурсии в Соловецком морском музее «Товарищество северного мореходства». Архангел Логородец, историк, поэт, философ Василий Матонин. Василий Николаевич Матонин, небезвестен в Архангельске. Он тоже в активе этой группы. И вот там лежит 9-метровый киль, основа поморского судна, шитого вицей, найденного в Паранихе. Вот сейчас мы проводим журналистское расследование. Я привлек северодвинских журналистов, чтобы определить, кто, когда и где нашел. Вот эта северодвинская закрытость нашли военные. Она мешает как раз точно определить. То, что мы нашли, это однозначно не значит, что детали того судна, которое сейчас является такой мощным экспонатом в Соловецком морском музее, лежит при входе. Это говорит о том, что был какой-то причал. Но раз он был длиной до 500 метров, это серьезный причал. У нас есть надпись 1858 год, прямо на плахе, плюс 4 ряда пока не расшифрованных записей. То есть, может быть, это хозяин, может быть, что-то еще. У нас есть большое количество находок, показывающих, что здесь, видимо, разгружались бочки с рыбой. Очень много деталей от бочек бандарных. Затем то, что здесь ремонтировали суда, это однозначно. Очень много повторяющихся деталей судов поморских. И то, что это точно середина XIX века. Интересно, а кто будет заниматься исследованием этих находок? Мы последовательно идем. То есть, во-первых, уже буквально после нашей передачи, на следующий день, я принимаю в гости в своей эколого-краеведческой комнате научных сотрудников Северодвинского городского краеведческого музея. Потом я встречаюсь с археологами, Едовиным Алексеем Геннадьевичем и другими археологами Архангельского областного краеведческого музея. На следующей неделе планирую пригласить музей народных промыслов и ремесел Приморья. Это село Уйма. Они довольно серьезно занимаются этой темой. У них у самих неплохой материал по судостроению поморскому, по верфям. Две у них экспозиции. И здесь как раз, я думаю, что вот пройдя это, а потом я уже выхожу на Соловецкий морской музей. То есть, и мне хочется, они все имеют опыт работы с подобным материалом. И потом уже начинается направление на экспертизу. Я думаю, что в Институт геологии мы отправим срезы торфа, чтобы определить датировку. Значит, и затем уже будем работать. Ну, у нас еще есть добавок обожженные человеческие кости. Это сгорело. Это сгорело где-то, может быть, в конце XIX века. Причем сгорело так, что там и кости человека лежат. Причал, видимо, полыхал очень сильно. Все детали обожжены. Поэтому хочется понять, что это было за трагедия и как можно о ней найти данные в архивах. То есть, сейчас еще задача найти архивы. Что поразило? То есть, это от городской черты 3 километра. Нами уже в 2000 году, мы с 2000 года изучаем все берега Белого моря, вокруг Северодвинской, дельту Северной Двины. Это место было пройдено там 50 раз. Я там с 10 лет рыбачу, ловлю навашку. То есть, места все знакомы просто наизусть. И почему вдруг мы не слышали ни от Салзиан, ни от кого, что здесь был мощный причал. Ведь 100 лет, 150 лет – это короткий промежуток. Память народная должна это сохранять. Сотни лет сохраняет. Поэтому вот это удивило, что рядом с городом мы вдруг находим интересное очень и обильное место. Там, очевидно, и избы были, и прочее. А каким образом эти открытия, эти находки могут повлиять на судьбу Паранихи, на дальнейшую судьбу? Ну, в первую очередь, мы получаем интересный экскурсионный объект. Потому что мы можем выводить туда школьников. И от ближайшей школы там вообще получается 4 километра, чтобы они убедились, что история вот она рядом. И суда здесь строились, и вице шили, и все было. И вдобавок, в общем-то, раскрываем новые страницы истории Беломорья. Ну, вот, как я понимаю, это довольно редкая удача для ученого, такие открытия, которые были сделаны в Паранихи. Наверное, то, что это компактно, сохранно и привязано к горизонтам торфа. Потому что вот находка, просто валяющаяся на берегу, она ценности не имеет. Надо, чтобы она была в торфе, и чтобы можно было определить, что это за время, что это за век. А вот что-то подобное вот было в Архангельской области, обнаружено? Ой, конечно, это много находилось. Это, в первую очередь, уже давно я был, больше 10 лет назад, наверное, в Институте археологии Российской Академии Наук. Там есть археическая группа, которая работает по Шпицбергену, которая работала по Новой Земле. Это вообще ведущие археологи морские наши, российские. У них, я посмотрел как раз, вот то же самое, я пошел, вот то, что у них я видел много лет назад, тоже остатки шпангоутов. Они же как раз определили три вида поморских кочей, притом один из них там шпицбергеновский, один новоземельский, третий уже не помню. То есть это знатоки глубочайшие. Они раскапывали все зимовья поморов на Шпицбергене и в других местах. И вот, и поэтому как раз у них я вот понял, как этот материал вообще собирать. Поэтому это есть, это много. Это интересно локально, это интересно для археологического целого. Алексей, вот насколько я знаю, ты в экспедиции ходишь с клубом, военно-патриотическим клубом православным из Северодвинского храма. Клуб называется, если я не ошибаюсь, Адамант. Да, это сейчас. Вообще на протяжении очень многих лет, начиная уже с 90-х годов, я активно использую детские, краеведческие, патриотические клубы для работы. Потому что вот даже здесь мой глаз, он видит одно, а ребенок порой поднимает вещи неожиданные. Я иду, ставлю цепью детей, взрослых, мы прочесываем определенные территории. Так было исследовано Куртяево, так исследовалось Нюнакса. В Куртяево, например, было найдено кладбище, детское захоронение, обетное кладбище, таким образом. Потом в Нюнаксе были найдены орудия бронзового века, которых раньше там не находили, шлифованные. Такие именно мотыги, камень особый, крупное изделие. Но сейчас в Ердинском городском краеведческом музее. Между Рикосихой и Цигламенью примерно 6 тысяч лет возраст. Остатки керамики разбитого сосуда первобытного человека. Это все находится именно в таких вот походах. И поэтому здесь тоже самое православный военно-патриотический клуб «Адамант» при Свято-Никольском храме города Северодвинска, Архангельской и Холмогорской епархии. Он сейчас очень активно работает. Во-первых, у меня эти ребята со мной ходят. Я проводник, а наставник Ирей Артемий Власов, он как раз занимается уже воспитательной работой, организацией детей. Они очень мобильны. Они объединились с организацией Северодвинско-общественной «Оффроуд-29». То есть это любители бездорожья, гонок по бездорожью. Они настолько, что я вечером звоню, мы уже следующим днем можем выехать на трех автомобилях группой в 12 человек, как у нас было, и кадры эти будут показаны, и оперативно отреагировать на новую находку. То есть это очень важно, потому что у нас есть северные ягоды, которые размываются, и где стояла батарея пушечная, начиная с 1613-го, вдумайтесь, года, где была таможня. То есть Пудожемская устья, организация моя так называется, это устья, которую знали еще в 16-17 веках все голландцы и англичане. Это был судоходный единственный проход, будущий проход до Архангельска, мимо современных рикосихи и циглами. Если вернуться к вопросу о православной молодежи, которая участвует в твоих экспедициях, вот что бы ты хотел донести до них, до молодых людей, которые интересуются историей, православием? Какой посыл, вот как отстарший человек? Ну, все дети, в первую очередь, я сам по себе помню, по школе, что вот любовь к краеведению была заложена в школе номер 13 города Севердвинска, в которой я учился, где занимались героем Советского Союза Галушиным, где мы много занимались героями поэтом татарским Мусой Джалилем. Я уже где-то с девятого класса выступал с докладами по этой тематике. Это был обмен, и я запомнил, что в первую очередь на детские годы накладывается. Вот особенно пятый, шестой, седьмой класс самые благодарные. Но и старшеклассники им тоже интересно. Потом берут детей всегда с собой, чтобы они могли прикоснуться к истории. У них появляется романтика, не кладоискательство, а скорее вот такое именно желание прикоснуться к истории. И поэтому я всегда работаю с детьми. И здесь православная тематика, она вообще очень интересна. Ну вот среди детей видишь ли ты увлеченных, таких же, как ты в свое время тоже увлекся? Да, конечно, конечно. Кто-то будет экономистом, кто-то банкиром, кто-то инженером, строителем. Но все равно любовь к истории края, она даже с постоянства группы это говорит. Они ходят каждый год, из года в год одни и те же врастают, поступают в институт. Разлетаются, Москва, Санкт-Петербург, Архангельс кто-то поступает из Северодвинска. И тем не менее, любовь к путешествиям у них остается, а любовь к краю остается. То есть посеять зерна, и все будет нормально. Какая у вас экспедиция последняя была интересная? Ну вот сейчас мы как раз опять с православным иенопатриотическим клубом «Адамант» съездили на Киевостров. Притом такая поездка оказалась достаточно жесткая. То есть мы выехали в три утра в субботу прошедшую, и приехали в час ночи в понедельник уже фактически. То есть в воскресенье на понедельник, а дети еще в школу должны были идти. И так получилось, что мы попали на крестовоздвижение, престольный праздник Киевского храма, крестного храма. И, конечно, сами удивились, даже не загадывали. Отслужили Акафис, прочитали, отслужили молебен. И как раз здесь дети, конечно, были поражены Кием, были поражены огромнейшей историей, которая есть. Это такая яркая точка. Мы уже прошли Амбургский скит, мы были в Рико-Сихе в Цыгламини, походы у нас ночные, потому что дети могут только в субботу после обеда быть свободными, и до вечера воскресенья. Плюс их надо пораньше привезти, по нас вообще практикуются ночные походы. А вот если после нашей передачи кто-то пожелает сходить в вашу экспедицию с вами, захочет, что для этого нужно? Ну, пожалуй, нет. Здесь все очень ограничено, потому что есть руководители. Здесь, в данном случае, отец Антоний Власов, значит, и у него конкретный состав, поэтому в нашу группу вписаться невозможно. Дальше у меня, например, есть группа краеведческая детско-юношеского центра города Северодвинска, руководитель Олег Григорьевич Давыденко. Там светские ребята, скажем, не ходящие в воскресные школы, но все равно эта конкретная группа, в нее вписаться невозможно. Здесь есть никаких шансов. Никаких шансов, да, получается так. Такая интрига, да. Хорошо. Ну вот если говорить вообще об открытиях твоих как ученого, вот какие открытия для тебя наиболее значимы за период твоей ученой деятельности? На самом деле вопрос интересный в том, что я считал в свое время, что самое главное, что я сделал в этой жизни, это то, что сохранил у родича Куртяева Алексеевскую церковь, и в далеком 1987 году впервые туда привел школьников, учащихся ПТУ. Мы создали клуб «Реставратор». Значит, и на общественных началах с помощью общества охраны памятников истории и культуры действительно законсервировали эту церковь. И на то, сих пор так и стоит. Вот как мы сделали ее в 1992 году, она до сих пор не меняется. Потом в 1993 году сделали часовню новодел, надкладизную часовню в Куртяеве. Потом я перешел в Неноксу, начал реставрацию и передал профессионалам уже после противоаварийных работ Ненокский комплекс. Это был Александр Владимирович Попов, лауреат государственной премии в области архитектуры, реставратор из Москвы. Потом переключился на Ягры, организовал два православных прихода в селе Неноксе и на Яграх в 1991-1993 годах. Кстати, Ягринский приход на днях отметил свое 20-летие. То есть все идет, все развивается. То у меня была такая очень серьезная научная работа. Это не открытие, но научная работа. Надо было подвести эту фактуру, перевоз церкви из деревни Солза на Ягры, ее строительство, освящение в 1995 году. В 1993 году очень серьезно Архангельская и Холмогорская епархия предложила мне стать священником. И, так сказать, выдерживала определенное, так сказать, давление в этом плане. Но в конце концов приняло решение все-таки не быть священником, оставаться помощником настоятеля. Шесть лет я был, двух приходов. И потом мне в 1994-1995 год поручили быть представителем Архангельской епархии в Баренцевом регионе. И вот как бы это все было новое и новое. Нового было много. То есть сказать, что что-то я одно-два, я открыл там и зафиксировал. И это все фиксировалось в научных публикациях. И у меня более сорока. Издано четыре книги в соавторстве. Планируется еще много. И вот такие мелочные находочки, как я сказал, вот это тесло бронзового века. Это керамика, которой шесть тысяч лет на берегах наших. Это северные ягры урочища, где удалось обнаружить следы батареи 18 века. И вот такие находки, они меня радуют больше всего. Находки передаются. Достаточно много сдано и мной лично, и организацией, которой я руковожу. Северодвинский городской краеведческий музей. Есть. Но вот самое главное, что ли, открытие получилось. Оно такое неожиданное. Мы ровно два года назад с братом Климовым Сергеем Ивановичем. Он работает в Институте экологических проблем Севера. Если я околог земной и краевед земной, то он работает по озерам и Белому морю. То есть он океанолог. Мы с ним вместе из нашего родового дома пригласили в Вельский районный краеведческий музей. Кстати, он сейчас получил уже статус регионального, а не районного. И приехала личная директора Веревкина Галина Александровна. И она была ошеломлена. Мы передали примерно за 200 лет двух наших семейных родов по отцу Климову, по матери Прилуцкие, из Верхопу и Вельского района. Передали такую крупную семейную этнографическую экспозицию. То есть это и шикарные льняные вещи, это хорошие прялки, это замечательные изделия из бересты и дранки. Это старые какие-то сапоги и все прочее. Дед один был Прилуцкий Федор Федорович Мельником, второй, они все войну прошли, мои деды, и второй был Климов Константин Иосифович, он был конюхом под старость. Поэтому вот это все, такой богатый материал оказался. А потом оказалось, что даже наши фотографии ценны, потому что мы отец, брат и я, отец 1955 года, мы фотографировали не людей, а мы больше фотографировали природу. И деревенские пейзажи. Оказалось, этого мало. Сейчас все оцифровывается и тоже передается в Вельский Кровеческий музей. Я думаю, что это где-то будет какой-то зал постоянной экспозиции род Климовых, Прилуцких. И меня это радует. Может быть, это будет самым крупным научным вкладом нашего рода вообще в науку Архангельской области. Если говорить о тех мотивах и предпосылках, когда ты начинал заниматься Куртяевским и Рочищем, вот о чем можно было бы рассказать? Что подвигло тебя? Откуда все пошло? Тогда надо возвращаться к корням. То есть, во-первых, я вырос в верующей семье. Мама Климова Анна Федоровна глубоко верующий человек. Притом она была умницей в том, что я прошел, я был октябренком, пионером, комсомольцем, притом ярким. И комсомольский билет мне на память дали. И в памятную книгу 12-й школы города Северодвинска, где я был выпускником, я вписан. Значит, как бы везде так проявлялся как лидер. Но, тем не менее, это не мешало в то же время маме молиться за нас. Я помню, что всегда, когда отправлялся в поход, я знал, что спину меня перекрещивает мать. Читали молитву, посещали кладбище. И бабушка была хранительницей Веры в деревне. Я даже, как понимаю, она имела право крещения после того, как священника уже не было в деревне. Поэтому, конечно, я с детства привык очень спокойно относиться к кладбищу, к ритуалам, к жизни в деревне, к темноте. То есть у меня не было никогда особых страхов. И следующее то, что мама, мы выходные все проводили, даже живя в городе. Лето все в деревне, до трех месяцев как-то мама делала, что мы там жили. Начиная с первого класса. А в городе мы тоже каждую субботу, воскресенье уходили в лес. Папа, мама, дети. Иногда с мамой прямо. И она любила рассказывать о лекарственных травах. Очень много рассказывала о природе, о своем ощущении. Поэтому об истории. Поэтому здесь как раз вот где-то все за скорней пошло. Потом в школе любовь к краеведению. При Виле Дряхлицына Лидия Леонтьевна, заслуженнейший учитель у нас как раз в Северодвинске. Она очень много дала. И мы до сих пор дружим с ней. И потом уже в институте я улегся спортивным туризмом и наложил на него краеведение. Все, кто занимался спортивным туризмом, они сейчас фактически все прошли через МЧС. Спасательные службы. Я тут, как я в религии не стал священником, то здесь тоже из спортивного туризма я не стал МЧСовцем. Тоже был свой выбор. Потому что я больше ушел в такие краеведческие походы. И спортивные разряды меня уже не интересовали. Вот так получилось. Поэтому краеведение, религия, православие для меня должная составляющая. Любое село, когда я на него смотрю, и деревню, я ищу глазами обетный крест, часовню или церковь. То есть развитие православного пространства от креста через часовню к церкви, для меня это логично. Я это люблю, просто так могу сказать. Ну вот если говорить, все-таки ты человек ученый, с кандидатской степенью. Да, кандидат философский. Насколько научная картина мира сопоставима с библейской? Ну здесь меня опять повезло. Я работал на кафедре культурологии и религиоведения длительное время. Это гуманитарный факультет Поморского государственного университета. Золотое было время. И мы очень много работали. И я первый начал читать религиоведом, первым на Северо-Западе, соответственно, дисциплину наукой религии. Очень много выезжали на семинары в Швецию, в Норвегию. Дискутировали с европейскими учеными. И здесь я больше всего опираюсь, конечно, на Фомо Аквинского и на как раз Исаака Ньютона. Даже ньютоновское мышление мне больше нравится, потому что он был для современников не столько физик, сколько теолог. Уже писал религиозные труды. И он был помощником пастора. Если я был в своей жизни помощником настоятеля, то он был помощником пастора. Приятно осознавать, что есть что-то общее с ним. И, конечно же, он очень четко сказал, потому что на него претензии сыпались со стороны прихожан. Как так? Занимаешься наукой? А мы же Библию читаем. Что там еще? Как ты смеешь заниматься физикой чем-то? И он отвечал, я изучаю законы природы. И осознавая их, я понимаю мощь Творца. Я восхищаюсь Творением Божьим. Все. Он ответил. То есть противоречий между наукой и религией нет. Но по фамилии Квенскому, скорее то, что религия и наука существуют рядом. Это две части человеческого деяния. И без веры, и без знания жить невозможно. Поэтому здесь противоречия никакого нет. Совершенно. Есть ли у тебя любимые святые? Кто это? Скорее, Мария Святые. То есть, в первую очередь, это Зосима Савати и Герман Соловецкий. Я с Соловками связана очень много. Каждый год стараюсь там быть на Соловках. И епископ Пантелим в свое время благословил в перемещении быть, участвовать в мощи Зосимы Савати и Германа на Соловки. И это был очень ограниченный круг людей. Поэтому много ярких впечатлений. И это для меня во многом главные святые. Конечно, Сергий Радонежский как игумен всей Руси. Вот нельзя сказать один. И, конечно же, особое почитание преподобных Ефимия Антония и Феликса Карельских. Это те святые, которых получена Ломоносовская премия за эту икону. Я как краевед вместе с северодвинцем и кинописцем Сережей Кудрявцевым творил, создавал эту икону. Ни одного образа не сохранилось. То есть мы вместе со священником Александром Даниловым поняли, что у Северодвинска есть свои святые. Никола Корейского монастыря. Это основатель Ефимии и погибшие братья Антоний и Феликс. И начали с 1998 года, 1 мая, когда секретный завод «Севмаш» закрыт. На 1 мая особый режим. Благодаря герою Давиду Гусеничу Пашаеву, тогда генеральному директору и герою России, мы как раз убедили его, что это важно и в патриотическом, и в православном отношении. И все. Каждое 1 мая, так по церковному календарю, значит, проходит богослужение в Никола Корейском монастыре, посвященное памяти Антония и Фимия Феликса. И икона, которую мы создали, Сережей Кудрявцевым, он иконописец, а я краевед, обосновавший, как это все должно выглядеть. И здесь, в данном случае, православный краевед. Значит, в общем-то, все получилось очень хорошо. То есть прославление этой иконы идет, икона уже даже издается в Софлино. Алексей, и твою жизненное кредо? Ну, вообще, экология, краеведение, я обычно говорю. По-другому еще у меня три кита. Экология, религия, культура. Вот я как бы на этих трех китах стою, и если смотреть мои рассказы, значит, краеведческие издания, радиопередачи, которые я веду, телевизионные передачи, в которых я участвую, как эксперт, специалист, те научные труды, которые я пишу, там это хорошо прослеживается. Ну, и традиционный вопрос в конце нашей беседы о планах. Ну, в первую очередь, сейчас я подвожу вообще итоги жизни. Вот в этом году мне исполнилось 55. Для мужчины такая две пятерки – вещь серьезная. Это в первую очередь задача уже подвести промежуточный итог, поэтому занимаюсь полным анализом собственной жизни, жизни своих предков. И ближайшие годы задачи – это, наверное, вот собрать, обобщить все материалы. У нас вообще оказалось в семье много уникального. Редкий случай, когда в семье есть записи голосов дедушек, отца, мамы, детей, например, с 1971 года. Отец, дедушка Федор Федорович Прилузский поет песни. Значит, второй дедушка беседует с родителями. И это все голоса и песни, которые тоже имеют научную ценность. То есть фотографии семейные, семейные записи первого магнитофона Яуза, катушечного, 1971 год. Затем уникальный портфель писем, их где-то около 400. Я еще не знаю, что с ними делать. Это еще мне надо к Шумилову Николаю Ивановичу ехать. Он у нас единственный специалист, бывший директор архива Архангельско-областного, который знает, что делать с эпистолярным наследием. То есть огромное количество писем, огромное количество Судяб событий, а как это сохранить для истории? То есть в нашей семье это тоже уникальное явление. И поэтому вот я думаю, что уже пять лет я обрабатываю Семейный архив. Вот огромное количество передано материалов Вельский район и Краевический музей. И в ближайшие три года я хочу эту работу завершить. То есть чтобы уже вот сказать, все, там генеалогическое Древо составлено, характеры и судьбы описаны. И значит, родовые могилы приведены в порядок, и в архиве тоже полный порядок. Вот хочется этого. Это ближайшие планы. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо, Мария. Я благодарю Алексея Ивановича Климова за участие в нашей встрече. И хочу сказать, что общаясь с Алексеем и подобными ему людьми, понимаешь, что православная культура, хотим мы этого или нет, пронизывает нашу повседневную жизнь, наполняя ее удивительным смыслом. Вглядеться, разобраться, понять, позаимствовать для себя лучшее – вот такую задачу мы ставим в нашей программе. А еще вспоминается мудрая русская поговорка «Бог не в бревнах, а в ребрах». Так что будем искать в жизни всех людей, которые идут интересным и творческим путем православной веры и учиться у них, чему каждый решит для себя сам. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, Господи, всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова